Визит Благочинного всегда праздник для прихода и экзамен для настоятеля. К нему готовится и богослужение более торжественное. Немалая заслуга в этом прославившего наше благочение, да и всю московскую епархию хора Георгиевского собора. Троицкий храм в Козине не раз возрождался. За французами он был сожжен в 1812, через год восстановлен, в 20 веке комиссарами советской власти он стерт с лица земли, но вновь возведен в 2002, с тех пор являя архитектурный и духовный центр этих мест. Внутреннее убранство его сочетает строгость и уют, свойственные деревенским храмам. Здесь расположились чтимые иконы, хранятся частицы мощей святых. Архимандриту Нестору сослужили настоятель храма протеерей Иоанн Борисов и диакон Илья Есин. В своей проповеди архимандрит Нестор процитировал отрывок из Евангелия от Луки о наследовании Царствия Божия и о том, как трудно богатому войти в него. Помните, только тогда это будет, когда мы будем жить вот в его двуединой заповеди. Помните ее? Возлюби Господа Бога своего в своем сердце. А вторая подобная и людей. Возлюби Ближе. Визиты Благочинова призваны поддержать храм, решить проблемы. Относительно недавно протеерей Иоанн является настоятелем Троицкого храма, но начальство отметило положительное в жизни прихода. Год тому назад я был месяц, и значительно меньше людей было. Я благодарю вашего настоятеля, отца Иоанна, за столь усердные труды, что община ваша растет. Благочинова предлагает все усилия для того, чтобы мы все были едины не только по духу, но еще какими-то делами своими. Мы старались друг другу помочь, и поэтому нас так согревают, как объединяют, и поэтому нас стало больше. Очень чудесная служба проходит. Батюшка у нас. Ну, все делает, чтобы донести Слово Божие до своих прихожан. Троицкий храм истинно народный, поскольку не имеет состоятельных ктиторов. Все здесь строится и благоукрашается на средства деревенских жителей-прихожан. На месте бывшей старушки, теперь приходской дом, его строят сообща, кто штукатурит, кто красит. И если участие в богослужении – признание в любви к Богу, то возведение данного объекта – любовь к ближнему. Приход созиждется на общении людей. И когда люди общаются между собой, они созируют одну семью, одну церковь. В Козинский Троицкий храм стремятся те, кто желают провести богослужение в тихой, уютной обстановке русского деревенского храма. Те, кто желают побыть в местах, где ступала нога преподобного Савы – князя Юрия Звенигородского, его отца Дмитрия Донского, великих деятелей русской истории, двигавшихся по царской дороге. Неудивительно, что для маленьких прихожан храма самым любимым делом является рисование. Здесь есть, где порезать и что порезать. Летом процесс протекает под открытым небом. Дети особо отзывчивы к красоте природы. Хоть места эти и описанные пришвиным, и пропитанные кровью русских воинов, сражавшихся здесь с польскими, французскими и немецкими захватчиками, и оскверняются ныне многоэтажной застройкой противоположного берега Москвы-реки. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.